Наташа, у нас в прошлом месяце мы все следили за тем, как в твоих соцсетях появлялись материалы про ретейл экспедиции. Сейчас мы бесконечно их обрабатываем, до сих пор дописываем, монтируем. Зачем мы это затеяли? Если говорить вообще ко всем, мы это затеяли ровно для того, чтобы, с одной стороны, увидеть все, что происходит не только в федеральной повестке. В родопрагменте мы очень много видим федеральных игроков, но, к сожалению, надо признать, что в других городах, где не менее интересный есть российский ретейл, мы знаем о других вот этих российских ретейлах, мы знаем сильно меньше. И когда эта идея формировалась не сразу, на самом деле первый раз, когда я поехала в регионы, вот такая случилась ретроспективная поездка Кемерово на Сибирск-Красноярск, это был 19-й год, и в тот момент я начала понимать, что, оказывается, многие идеи, которые мы очень часто слышим на наших крупных мероприятиях, видим в уже имеющихся магазинах, они не менее круто реализованы в других городах. Особенно, конечно, в тот момент меня восхитила торговая сеть «Добрянка», я до сих пор остаюсь под большим впечатлением от их печки, от их красоты, от их огромного ассортимента, который она предлагает своему покупателю. И именно в тот момент начало появляться желание более регулярно и системно ездить по разным городам и приносить оттуда материалы, которые по какой-то причине до нас не доходят. Ну, дальше наступила пандемия, и 20-й год у нас совершенно обрезал все возможности, а 21-й год тоже был такой вот непонятный. Ну и вот 22-й год, находясь в Санкт-Петербурге, мы начали уже понимать, что, ну, а когда, если не в августе. И в итоге, когда начали вот амбициозно прорабатывать, а как поехать, я стала накидывать, куда я хочу. И я поняла, что я хочу в первую очередь все-таки проехаться по тем городам, которые у нас идут в линейку в сторону Востока, потому что я именно там увидела очень много недобранного. Вот. И, ну, и также надо понимать, что часть городов были мне посвящены, и там немало контактов, которые позволяли мне, ну, скажем так, надеяться на то, что у нас будет не просто встречи, только знакомства, но и съемки. Потому что очень хотелось бы, чтобы съемки состоялись, и эти видео, которые немножко в таком простом, условном лайв-формате, которое вот, ну, непрофессионально может в некоторых вещах, но я и непрофессиональный журналист абсолютно, да, ну, я не тот человек, который на ТВ рассказывает о чем-то, да, но моя задача вот увидеть своим взглядом, ну, немножко более опытным, чем просто потребительским, да, и увидеть те особенности разных проектов. И это вроде как в некоторых случаях получилось. Вот я когда занималась расшифровкой этих материалов, поймала себе на мысль, что, например, если бы я жила в Екатеринбурге, я бы хотела работать в компании «Жизнь Март». Ну, потому что то, как у них, как они рассказывают, как у них реализованы, свобода для сотрудников на местах, как у них организована в целом вот эта работа. Шикарный пример про то, что они стараются, чтобы студенты у них работали, чтобы у них оставался некий маркер для того, чтобы потом свою будущую работу сравнивать вот с тем, какая здоровая атмосфера должна быть в коллективе, ну, проще всего это как бы очень здорово импонирует. Что ты там увидела такого, что тебя удивило, чего, может быть, нет здесь, или чего, может быть, ты не ожидала увидеть? Ну, наверное, первое, это из нашего лексикона вообще пропало слово «периферия». Знаете, именно люди делают бизнес, и то, какую атмосферу они создают для своего коллектива, ведь не надо, ну, действительно есть сложность с персоналом практически во всех городах, это отмечали все наши спикеры, с кем мы говорили, и одна из проблем, что сильные игроки, сильные специалисты начинают хотеть куда-то ехать дальше, ну, в ту же Москву, Санкт-Петербург, ровно потому, что там все-таки начинают больше платить, может быть, да, или, может, появляются какие-то более амбициозные задачи, которые им, как специалистам, интересны. И вот основная сложность для компаний в других городах – это сделать так, чтобы для них, чтобы им было с чем сравнить, когда они будут, например, думать о том, чтобы переехать в другой город, да, там, ту же Москву для того, чтобы реализовываться. Какие атмосферы, вот что я увидела, да, «Жизмарт» – отличный пример, и вообще они, на самом деле, сейчас начинают создавать какой-то удивительный новый ритейл российский, да, который я бы очень хотела, чтобы такая практика продолжала распространять. И знаете, я бы здесь очень хотела, чтобы вы услышали меня правильно вот в каком моменте. И то, чтобы провожу прямые там сравнения, параллели, еще что-то, но мы понимаем, что бизнес-то развивается, и он может быть другим. И то, что произноченало в свое время, 30 лет назад появляться, как первые магазины на пустом рынке, и создавались команды, условно, еще абсолютно без управленческих каких-то навыков, возможностей, и сейчас могут уже появляться новые команды, которые выросли в условиях, когда ритейл уже есть. Поэтому и менее управленческие, уже совершенно другие технологии управленческие появились, не проявляются. Если мы говорим именно про Жизмарт, здесь интересно именно Вене того, что они сервисная компания изначально, они же из ресторанного бизнеса, и у них уже говорит, они не про покупателей говорят, они говорят про гостя. И извините, в их магазинах обязательно должен быть туалет, ну, по крайней мере, те форматы, которые побольше, да. Ну, потому что так должно быть, ну, в ресторанах же во всех есть туалет. Почему же в магазинах-то нет, а ведь это тоже еда. Ну, правда же. И вот эти все вот нюансы, я просто, когда слушала того же Ивана Зайченко во время интервью, меня восхищало именно то, что, ну, это же очевидно. Если у нас есть вода, которую мы специально готовим для кофе, то почему бы эту воду не дать бесплатно? Мы же все равно поставили его как водоумягчитель, да. А если у нас водоумягчитель, ну, что нам стоит доплатить и интегрировать сразу в проект льдогенератор, который позволит в итоге бесплатно дать своему покупателю воду холодную со льдом, это же УТП, ради которого люди в итоге пойдут. Ну, в других же магазинах этого нет. И еще возвращаясь к атмосфере, меня, в частности, очень удивила компания, это получается, Волков, ну, у них, получается, Калина-Малина, да, торговая сеть. Если честно, снаружи, когда мы подъехали к КПП, я никогда бы не подумала, ну, машину оставляли мы за КПП, заходя вовнутрь, я в этот момент понимаю, что у меня такое ощущение, что я в другое пространство попала. Это большой производственный комплекс, это большой завод, где производится очень много мясной продукции, готовой еды. Но, когда это жара, август, жара очень... Кстати, для меня было большим удивлением понять, что везде нас сопровождала просто безумная жара, хотя во многих случаях у меня было ощущение, что я еду куда-то вот там, где должно быть холодно, прохладно, как минимум. Жара нас сопровождала всю дорогу. Вообще, погода была замечательная, это так, 33 дня, и мы успели, мало где попали в дождь. Вот, и на улице жарко, и есть такое пространство на улице прямо же, но люди прямо на улице с ноутбуками сидят, обсуждают что-то на воздухе. То есть не сидят в офисе, а вот там, где им удобно. И вот это для меня, например, является тоже таким вот примером того, что если удобно работать на улице, так почему бы нет, почему бы не организовать это людям. И вот когда я такие вещи, проявления вижу именно в back-office, но именно там, где офисные сотрудники сидят, это всегда здорово, удивляет и вдохновляет. Отдельный момент, например, в Слате, да, когда мы приехали в их офис, у них там есть такая практика, как есть этажи, на которых обязательно нужно переодеваться и ходить вне в уличной обуви, что для меня тоже было удивлением. Ну, потому что вот так, что здесь, с одной стороны, может быть, не для всех это удобно, но это все равно немножко домашнюю атмосферу создает. Еще один момент, например, в Красном Яре мы тоже побывали в их офисе. Они организовали, тоже не очень давно переехали в новый офис, организовали площадку на крыше здания, где можно заниматься йогой, там еще что-то. И об этом транслируется внутри коллектива, и это тоже некие вещи. Но об этом же нужно подумать, реализовать, сделать, чтобы это было. Или в Омске, например, парфюм-лидер, у которых есть история про часы, которые дарятся людям, которые там определенное время проработали в компанию, и люди действительно ждут этого момента. Для них это является той мотивацией, к чему можно дальше расти. То есть мы здесь уже про HR-брендинг в том числе говорим, потому что создание атмосферы, оно может быть абсолютно разным, оно будет очень разным от города к городу. Но, боже мой, когда вот ты увидела жизнь в март, а я увидела как раз историю в разных местах проявления, там бегемак, где сразу ты понимаешь, что ты попадаешь в бегемак, тебя встречает бегемотик розовый. Ну это тоже здорово. И вот это много всего. Что, по-твоему, могут подчеркнуть читатели нашего ресурса вот из этих видео, которые мы сейчас продолжаем выпускать? Ну, в первую очередь создавалось все-таки два типа видео. И некоторые видео, которые мы пока не можем как-то их типизировать, вот в том же, например, какие-то прогулки по офисам, пока не понимаем, как придумать их за хэштеги, да? Ну да, у нас два типа. Это интервью с руководителями, владельцами, топ-менеджерами сетей и видеорепортажи из магазинов. И они по-разному и создавались. То есть старалась я делать так, чтобы были прогулки по магазину. Ну, надо понимать, что не во всех магазинах мне удалось, например, идти с топ-менеджерами. Есть истории, когда мы годились просто с директорами магазинов, но это не менее интересно. Да, я другие вопросы задавала, уже там не может, не такие стратегические, да? Но я старалась задавать такие вопросы, которые позволяют понять, как именно конкретный магазин живет своей регулярной жизнью. Я бы хотела, чтобы, например, производители или там поставщики оборудования имели возможность увидеть конкретный магазин вот в той своей обычно реальной действительности. Хочу отметить, ни один магазин не готовился к моему приезду. Мы просто приезжали в тот день, в который могли, и начинали работать так, как мы могли. Наверное, один из самых сложных видеороликов у нас будет из торговой сети «Командор», где мы были в магазине, который еще не закончил свою реновацию. Но именно это мне интересно, потому что магазины, которые переживают в этот момент свое, ну, скажем так, вот идет как раз реновация, да, в этот момент становится понятно, что именно, на что меняется. Когда там в одном месте уже свет заменили, а в другом еще старый свет, и в этот момент ты начинаешь понимать, насколько по-другому может выглядеть магазин, когда он претерпевает эти изменения. Особенно интересно наблюдать именно вот эти процессы, вот знаете, такие... Ну да, это внутренняя кухня, это жизнь конкретного ритейлера каждый день. И я бы хотела, чтобы эти вещи видели, то есть не вот эту лакшери, когда все уже вылизано, все чистенько, все красиво, и нас пригласили. Когда фотография прислуждаюся в это. Да, да, да. А все-таки хотелось бы быть живыми. Однозначно я понимаю, что очень разной степени, очень по-разному выглядят магазины, да. И особенно иногда там на контрасте. Мне спрашивали, как я умудряюсь, например, как бы это сказать, как я нахожу вопросы, когда у тебя есть откровенно крутой проект, но он откровенно крутой, и есть обычный. Но, боже мой, в этих обычных проектах есть офигенские, извините, есть великолепные фишки, которые как раз и показывают, почему именно к ним приходит их покупатель. Это успешные проекты, да, они не идеально выгляжены, но у них не так, например, работает, может быть, маркетинг, или, например, у них нет таких юзабилити дизайнеров, которые сами проходят по магазину и находят вот те нюансы, которые позволяют покупательский опыт сделать лучше. Но они работают, у них есть аудитория. Да, и у них есть постоянный их покупатель, не все прокаченные покупатели, такие как мы, да, но есть куда стремиться лучше становиться. И российский ритейл, он же разный. Так, мы доехали до Улан-Удэ. Мы доехали до Читы. До Читы мы доехали. А в Чите у нас просто не получилось записать видео. Это отдельный момент. Хорошо, что мы планируем дальше с этим? Мы не доехали до Дальнего Востока. Да, да, но мы обозначили, что проект будет от Урала до Дальнего Востока, по крайней мере, вот эта первая часть. Да, не успели мы, причем надо отметить, что, коллеги, 14 тысяч километров туда-обратно, это до Читы. А вот от Читы до Хабаровска еще 2200. И, соответственно, вот эти 2200 километров я уже все-таки не решилась ехать на машине. Мы хотели полетать на самолетиках, но тут столкнулись мы с тем, что вся наша страна в этот момент готовилась к крупному форму там. И, ну, скажем так, билетов на самолеты вообще не было. Что мы сейчас там планируем? Ну, вот в ноябре месяце я очень надеюсь, что мы закончим этот проект. Но мы увеличили количество городов, которые мы хотим посетить. То есть у меня было в плане Хабаровск-Ладивосток. Я думаю, что мы еще два города добавим, какие именно сейчас пока решаются. Надеюсь, что мы в четырех городах побываем. Плюс надеюсь, что в Хабаровске мы еще и конференцию, третью конференцию ритейлер-поставщик, как зарабатывает в Ростнице, мы тоже проведем. Какие у нас еще есть варианты взаимодействия с нами для тех, кто не попал в нашу такую программу съемки, программу общения? Просто, чтобы напомнить еще раз нашим аудиториям. Ну, во-первых, у нас, естественно, есть задачи увидеть большее количество ритейлеров, которые сами хотят. Ну, вот, например, в Хабаровске я уже знаю, кто сами хотят. И очень приятно, что коллеги проявились. Отдельно, кстати, отмечу активное взаимодействие во всех городах, где мы работали именно с коллегами из ритейла, потому что зачастую операторами на этих съемках были не мои операторы, которые я там откуда-то привезла. Это были реально те команды, которые регулярно снимают магазины, и они знают свои магазины, что, естественно, нам очень помогло. В некоторых случаях, ну, не так уже, чтобы дорого нам этот проект обошелся. Это действительно затратный проект. Вот, и, соответственно, я призываю ритейлеров проявляться и, скажем так, обозначить свои предложения, которые, какие магазины, на их взгляд, я должна посетить. В этом случае, ну, будет более подготовленный контент. Второй момент. Мы, конечно, приглашаем партнеров присоединиться к этому проекту. Вы знаете, очень много интересных вещей появляется в сотрудничестве с партнерами. Я отдельно благодарю компанию 1С, которая поддержала мою инициативу и поверила в то, что мы можем такое сделать. Отдельно отмечу МД Аудит, компанию, которые тоже присоединились в тот момент, когда мы объявили об этом проекте. И отдельное спасибо выставке World Food за то, что тоже поддержали инициативу, и мы с ними будем дальше продолжать. И все же у нас есть однозначно реализованные пакеты по рекламе, по стройке в видео, проявляйтесь, и мы подснимем какие-то вещи, которые именно вы сделали для этих магазинов. Мы покажем это. Потому что если у меня нет вот того фокуса, на который мне надо обратить внимание, ну, конечно, это уже не появляется в магазинах. Поэтому приходите, мы расскажем, что мы можем. Вообще я, конечно, сейчас очень сложно иногда стоить планы, но как показывает практика, любой проект, который начиная от retail.ru, начиная от пресс-центров, на которых мы сейчас работаем, которые, извините, уже больше 5 лет мы развиваем на различных площадках, совместных стендов, которых уже 8 лет мы создаем, все эти проекты так или иначе имеют продолжение. То есть это первый проект сейчас в этом году запущен. Но у меня столько сейчас компаний из других регионов, которые очень хотят, чтобы мы о них записали видеоролики, и мы будем строить новые города, новые пути. И отмельно отмечу, что не только FMCG розница нас интересует. Я хочу смотреть DIY-проекты, я хочу видеть фэшн-проекты, я хочу в целом заглядывать, в том числе и на производство, потому что без производства нет товаров, нет товаров, которые в итоге появляются на этих полках. Поэтому все эти возможности есть, проявляйтесь. Ну, в общем, фронт работ большой, будем работать. Будем стараться, чтобы о нашем российском ритейле и вообще потребительском рынке России знали не только через, может быть, такие точечные выступления, пиар каких-то продуктов, а все-таки, что мы бы видели через призму. Конечно, я и рядовым покупателем тоже являюсь, но понятно, что насмотренность у меня больше. Я постараюсь об этом рассказать живым языком и задать вам вопросы такие, которые действительно могут заинтересовать и поделиться теми технологиями, которых есть более чем много в наших регионах. Знаете, вот сейчас только что выступали коллеги на кейс-конференции, и опять в очередной раз видела большое удивление, что, оказывается, в Иркутске есть такие реализованные проекты. Оказывается, в Екатеринбурге вот такое есть. И вот это всегда вдохновляет, потому что только через такие проявления мы будем узнавать друг о дружке. Слишком большая страна, чтобы мерить все только по центру. Ну, будем следить. Спасибо.